Сейчас, по-моему, все эти события, которые происходят, они на фоне, и их даже никто всерьез не воспринимает. Да и раньше никто всерьез не воспринимал, сейчас тем более. Печально как-то, да? Привет, друзья, это Егоров. В этом выпуске Сигналов мы с Райзеном обсуждали... Он отписался сразу от всех игроков, то есть скрыл их сториз. Абсолютно. Потому что они не интересны ему как люди и как персонажи. Потому что изначально ему обещали, что будет в команде много звезд. И только позже он узнал о том, что будут набирать туда, как он сказал, ноунейм. Дальше он был недоволен тем, что коллектив его не поддерживал, когда у него было достаточное количество травм. И что из-за этого он, в принципе, знал, что в какой-то момент он уйдет. Но когда не выполнялись обещания, что он будет играть в футбол, в том числе против Тудроц, это на него давило психологически. И он, соответственно, решил уйти. При этом сам Бау Ход сопровождался диким срачем внутри чатика, потому что как-то Рикьяно не пришел на игру. И были шутки, типа, что он опять занимается фигней. Но оказалось, что у него там то ли болела собака, то ли еще кто-то. И он, в общем, отвечал так, что как будто хочет тому же Сипскане залепить по щам. Но после этого стало понятно, что Рикьяно уйдет. Это именно позиция Рикьяно. То есть это не моя позиция. То есть меня здесь больше забавляет, знаешь, какой факт. А почему ты в первый день, придя в команду, как Прокоп не сказал, что вы мне здесь все неинтересны вообще. И я вас всех забаню из сторис. При том, что Рикьяно мне, по-моему, сторис как-то комментировал. Поэтому для меня это удивительно. Нет, но тебя он смотрит. Ты тут не разделяй. Тут же, наверное, все-таки относительно вот этого костяка Алдова-Амкала, говорится. Ты-то это современный игрок, который буквально за последний сезон пришел. Ты в этот ряд не попадаешь. Ты понимаешь, о ком идет речь? О чужом, условно, Блате, Сипскане, Фидосе. То есть вот этом пуле игроков. Ну и знаешь, иметь мнение и высказывать его, это разные вещи. С ним можно спокойно жить, не говоря это вслух. То есть это необязательно. Тайминг есть, ты сказал. Тайминга нет, ты молчишь. Ну а какой тайминг сейчас для него? Какой смысл ты говоришь, когда ты ушел? Слушай, вот честно тебе скажу. Рикьяно для меня, ты сам знаешь, по общению с ним, типа это человек, который по уровню осознанности из этого комьюнити выпадает. Он реально адекватный человек. Ну, на мой взгляд. У него есть деньги, у него есть достаточный уровень славы там индивидуальной. Все равно люди за ним там следят, интересуются им. Если ему это нужно, он свое получил. Я вообще не вижу ему, не вижу никакого ни малейшего смысла пребывать там в Амкале или даже в том же Тудроц. У него и так все есть. Типа зачем ему нужна эта комьюнити? Для меня это работа. У меня вот помимо этого нету сейчас инкама другого. И дай бог это будет приносить что-то. У него и так нормально, типа по кэшу. Я не знаю, что он от этого ловит, честно. Я бы не стал находиться на его месте вообще вот в этом движении в целом. Но когда же он приходил, он говорил, я профессиональный футболист, но мне важно именно тренироваться, именно играть на высоком уровне. Ну вот это, кстати, да. Потому что сейчас у меня спина проходит, понял? И я смотрю иногда, как люди бьют поворотом и бегают, и такой думаешь, блин, кайф. То есть мне было бы с кайфом поиграть, вот будучи здоровым. Возможно, его реально травмы расстроили. Потому что то, как к нему отнеслись люди, когда он получал... Во-первых, изначально я тебе честно скажу, я из-за этих разговоров, то, что это все фейк, симуляция и прочее, на первых этапах, когда с ним лично не был знаком, думал, мало ли реально он там специально это вкидывает. Ну, некоторые злые языки так настраивали. Потом со временем я понял, что, ну, действительно, у него череда вот этих вот событий, которые там то заднюю, то еще что-то. И, бля, над этим не смеются. Я видел там эпизоды и со стороны... Ну, паренек, если студрос, я с ним хотел этот момент обсудить, просто до этого не дошло, который вкидывал. И то же самое со стороны Амкава. Мне бы это не нравилось, понял? Когда на тему здоровья начинают уже мошнить, и ты ничего не можешь с этим сделать. Это неприятно. Если здесь он просто хотел поиграть и получил долю расстройств из-за того, что так сложилось, логично, что он ушел. И такая реакция коллектива кому понравится? Никому. Ну, а ты не думаешь, что он реально мог симулировать эти травмы? Я же вот говорю, я тоже думал, мне очень много людей именно из студроса говорили. Вот он придет и будет обязательно симулировать у вас травмы. Но в итоге врач подтвердил, что она у него была. Но все равно осталось это постоянное подозрение, что он специально симулирует. Но у меня этого подозрения нет. Я тебе могу сказать, ну, со своей точки зрения, если у человека уже есть диагностированная травма, ну, подтвержденный медицинский диагноз, ну, не диагноз, а подтвержденная травма, то как это можно симулировать? Там же видно все на снимках условно говоря, или ты УЗИ делаешь, там тоже все эти микроразвивы видны. Я сам бегал, что я могу сказать, я тоже с вирусом симулировал. То есть, ну, понимаешь, можно так любому человеку сказать, что он симулирует свои травмы. И ты тоже, наверное, за колено просто так держался. Ты понимаешь, какой уровень боли. И в чем его логика, объясни. Типа человек приходит, симулирует травму, чтобы что, сидеть на бенче и потом... Ну, типа симулирует травму для того, чтобы показать, что на самом деле я суперфутболист, а просто у меня, ну, типа из-за травм не идет. Да слушай, ну он же прекрасно понимает то, что он не суперфутболист. И это история, которая создается для инфоповода. Он играет для себя. Он знает, типа, свой уровень. И знает то, что если он вкинет эту историю, что я суперфутболист, это даст резонанс, и люди будут насчет этого машнить и прочее. Я с ним лично общался, он выкупает за то, как происходит вся эта медиадвижуха. Понимаешь? Если бы он просто пришел и стоял молча, ничего не вкидывал бы. Это никакого бы веса не имело. Мы видим персонажей новых из 20 новых медийных листов, которые появились в медийном футболе. Мы можем запомнить, по пальцам одной руки пересчитать. Прокоп, типа, Эрикьян, это яркие представители. Что бы там ни было, и что бы ни говорили, как бы к ним неоднозначно ни относились, по отношению к ним есть у людей мнение. Это уже ценно. Потому что, извини меня, я не хочу никого убедить, но ты можешь перечислить там кожемяку условно, пареньков, которые приходили на хайпе с горящими глазами, как и тот паренек, который там на ЦЗ пробуется из Краснодарского края. Вот у них есть какая-то история в голове. Они вроде понимают, что им нужен какой-то резонанс и хайп, но ты уверен, что они смогут навкидывать так, что ты будешь про них ролики отдельные записывать? Ну, про Кижебяку пока нет. Он вообще слишком добрый. Хотя он же мог со всеми подраться раз 15. Да хотя бы в матче Тудроц подерись. Я не знаю, тебе там уже и в бороду целят. Есть типа смысл, за что зацепиться. А сейчас давай ему призовем. Пусть он отвечает тогда за... Давай, давай. У него еще кресты. Ну ладно, не заходят пока. Ну да, смотри, но он навкидывает, окей. Но ему же реально было тяжело потом справляться с хейтом, который на него подпер. Ну вот это я не знаю. Тот момент, когда он очень много рассказывал. Ну, не рассказывал, да, когда он не играл уже, получается. Когда вышло вот это вот разоблачение, которое я до сих пор не считаю разоблачением, про то, что он на самом деле не Эрик Яна. Про то, что он на самом деле вообще никогда нигде не играл. Хотя он, в принципе, это подтверждал. Но, тем не менее, его реально хейтили, его реально ненавидели в комментах. Его реально засирали. И реально он в конце стал вести себя достаточно странно и агрессивно. Ну вот то, что на агрессию, типа, Эрик Яна пошел, я вот не знаю, с чего вдруг. Потому что он сам-то супердобряк. А по поводу мнения комьюнити. Кого, бля, ну ебедный? Оно меняется каждый день. От твоего одного ролика. Не комьюнити, а людей. Людей. В комментах до сих пор пишут, что он там... Ну ты про это, ты про... Я и говорю про комьюнити, типа про зрителей. Да всем без разницы на зрителей. Ты не понимаешь. Самый прикол в том, чтобы они посмотрели. А чем больше в них желчи, тем больше у них желания посмотреть. Они не будут смотреть на человека, который сажает цветы на поле. Понимаешь? Если бы он ходил и сажал ромашки, это было бы никому не интересно. Им нужно зайти и написать, какой он плохой, и что он симулянт. Понимаешь? В людях эта желчь должна изливаться. Иначе их желчный пузырь будет формировать камни, как у меня. А камни могут застрять в протоке. И это возникнет после этого проблемы. Поэтому это логично. Зрители думают, что на них не поебать. Вообще всем без разницы. Это главная суть, понимаешь, всего этого комьюнити. Все делается для их привлечения внимания. И все. Ну так Рикьяна же начинает в этот же момент говорить, что вот, вы так все вели себя. Вы меня не защищали, в том числе и командой. Поэтому я в последнее время срывался, переспал, перестал спать вообще ночами. Вообще мне стало тяжело жить, я стал агрессивным. Ну а скажи мне, вот это разве не правда? Акцентировать, когда таких моментов у игроков миллион. То есть это выглядит странно. У тебя игрок в коллективе, и ты как будто бы специально на его плохое действие заостряешь внимание. Я тогда вообще не понял. Это из контекста сильно выпадало. И такое отношение, вот лучше бы я с ним столкнулся. Вот если честно. Слушай, наверное, такая же ситуация, как с чужим, условно, была. Это же общественное мнение. Когда в один момент чужой может в кого-нибудь вкатиться сзади, и могут сказать, типа, вот чужой плохо поступил, и его будут хейтить. И в другой такой же ситуации могут сказать, что, типа, чужой пошел до конца, например. И наоборот, ему будут хлопать и поддерживать. Да в этом-то и вся суть. У зрителей нету, понимаешь, стабильного мнения, которое вне зависимости от чего-то. Ладно, сейчас хотел какую-то политическую шутку, но он, ладно, молча. Короче, ты сам знаешь, что такие зрители. Диман, ты можешь записать серию роликов, начиная от первого, где ты человека сделаешь Иисусом, и в конце, я тебе говорю, он будет Иудой. И ты можешь это за пять роликов до людей донести. Ты понимаешь, как оно формируется. Ты знаешь, какой средний возраст. У людей нет своего мнения. Они все, что видят, это то, что у них на обложке, на экране. Ты же знаешь, сколько всего происходит за этим. Точно так же. Давай приведу слова Коваля, если уж как можем поговорим о чем-то. Коваля только что сказал, что вот сейчас русские блогеры недовольны тем, что их футбольные, что их оскорбляют, но типа меня же ведь оскорбляли, когда я ушел и замкала в Тудроц. И типа вас-то тогда никого не удивляло. Ничуть абсолютно. Ну, это вообще странный контекст очень. Он, ну, это смешивать абсолютно две разные ситуации. Одна типа супер глобальная и серьезная, а другая это вообще типа пустяк. То, что люди будут хейтить и писать всякую дичь, к этому вообще относиться, как-то вовлеченно в эти слова, быть, это надо быть глупым человеком. И Коваля не глупый в этом плане. Я уверен, с этими волнами хейта он справился там за первые недели. Нет, я говорю, что у него здоровье пошатнулось. Из-за хейта, который ему писали? Да, что он где-то в сентябре начал себя плохо чувствовать, потому что постоянно нервничал, постоянно температура у него была, хотя все анализы были в норме. Он говорил, что вот со мной на интервью, что это из-за хейта, который он тяжело переживал. Ну, значит, Саня еще маленький, потому что на это все реагировать смысла никакого нет. Если бы я бы реагировал на то, сколько меня хейтили за всю историю моего пребывания на Ютубе, ну, и не значит, что он бы уже повесился давно с тем, и все. Поэтому это странно. Что ты думаешь дальше по Эрик Яна? Тудроц, по-моему, тоже у него не получится, потому что он только что поругался с Эриком, потому что Эрик якобы его раскритиковал, что Эрик Яна не сильный футболист. И Эрик Яна как-то жестко ответил, а Эрик сказал, что у меня сейчас с тобой есть какая-то переписка, где ты подставляешь, ну, типа Эрик Яна подставляет одного из игроков Амкала, которого после этого кикнут. Ну, то есть, ты понимаешь, вот мы сейчас с тобой обсуждаем, что это все хрень, а на самом-то деле, видишь, как все опять раскручивается, люди реально готовы переписки друг друга выкладывать, подставлять для того, чтобы кто-то взяли, кого-то очистили. Ну, Диман, видишь, работа у тебя никогда не кончится, что я тебе хочу сказать. И я считаю, то, что Эрик Яна в Тудроц, это прям максимально хороший муф. Даже если там будут у него личные враги, какие там будут. Тот же там Ярош постоянно ему вкидывал какие-то фразочки. Эрик. Я бы с великим кайфом бы, будучи в контрах, залетел бы сейчас, допустим, в условный Амкал и готов был бы лицом к лицу друг друга поливать хуями. Я понимал, что это создает невероятное количество медиатрафика, и матчи бы стали куда интереснее. Потому что смотреть за тем, как сейчас медиафутбол развивается, понабрали очень много интересных личностей. Интересных. Невероятно. Они бегают, обводят по 6-7 человек, забивают там мячи пятками, рабонами и просто уничтожают хрен пойми кого. И я не знаю, что здесь комментировать. У меня весь процесс реакции заключается в том, что я охреневаю с того, как Маврина обводит там полкоманды, как Майк обводит полкоманды. Ну и изредка бывает Прокопс матч уходит. Все. А если будет вражда внутри коллектива, это можно бэкстейдж снимать жаркий, который не нужно вырезать. Если бы Тудрот снимала весь бэкстейдж, который там есть, это такой бы был контент. У них потенциал еще, поверь мне, в этом плане очень большой. Если пребывать на съемках, ну там есть моменты, которые можно не вырезать. Поэтому Рикьянов Тудрот с точки зрения медиафутбола, это то, что надо. Рама вообще. Это хорошо. Ну понятно. Зато Прокоп остается. Видишь как, его все-таки, судя по всему, перемолол его Амкал, настроил его на то, что нужно переставать фигней страдать, нужно работать, тренироваться. Кстати, вообще, персонажи не-то беда. Вот сейчас вот закончилась, сколько там, вот как раз третья серия, да, закончилась, отбором на спорте, где мы мучились с этими людьми. Представляешь, люди, миллионы подписчиков, сука, миллионы подписчиков у вас в ТикТоке, и вы не можете двух слов связать. Не, в этом плане я сам был поражен. Так, короче, я даже не понимаю, что нужно этого медиафутбола, понял, чтобы он был интересный. Я вот для себя концепт понять не могу. Мне кажется, должна ревиная доля всего контента строиться вокруг взаимоотношений в команде, чтобы это было в открытую. Ты же знаешь, сколько дерьма за кулисами происходит. Почему люди его не видят? Они бы совсем по-другому смотрели бы на людей, во-первых. Во-вторых, это стало бы Домом 2, а Дом 2 собирал рейтинги. Этих рейтингов нет, просмотры у людей падают. Вот эти вот контракты, на которых люди сейчас гуляют, они закончатся по истечению срока. Так переподписываться уже никто не будет. И тем более сейчас есть движения такие, что медиафутбол может кардинально измениться, хотя я не знаю, что после последних событий в целом происходит. Надо создавать, понял, индустрию. Я вот Маврина за Вол не хочет подключаться. Два раза уже его пытался подключить. Пусть он за вот это как раз новое поколение футболистов отвечает. Медиафутболистов. Но и Маври не считается. Он, блин, футболист. То, как он играет несправедливо. Я же вижу эти матчи. Его уровень, типа, слишком жесткий для нашего футбола. А что там Богобонд пишет? У них будет сбор, что ли, у Тудрос в Турции или что? Он должен был быть. Там ничего не произойдет, судя по последним событиям. Но там какие-то вещи могли быть, да. Потому что Богобонд в комментариях пишет, что сбор произойдет в апреле в Турции, там будет самый угар. Произойдет или должен был быть? Ну, типа, произойдет, как будто бы. Не, ну, если произойдет, это будет сильный контент. Там, на самом деле, я ничего говорить не буду, он теоретически произойдет. Кстати, вот, то ли... А, кстати, а вот давай добавим новичка, попробуем, Анкало. ДИНАМИЧНАЯ' Наталья Турции